Всем привет! Недавно на мой день рождения мы с вами делали макияж с самой дорогой косметикой, которая только есть у меня в коллекции. Кстати, если вы не смотрели это видео, обязательно посмотрите. А сегодня я хочу с вами погулять по другую сторону спектра и сделать макияж своими бюджетными фаворитами. Ни на что их не променяю. И давайте переходить к макияжу. Ну что ж, начинаем. Как обычно, я начну с глаз. И первое, что мне нужно сделать, это использовать какую-то базу. И в качестве базы обычно я использую консилер. Так вот, самый мой любимый консилер из бюджетной категории это NYX Can't Stop Won't Stop. Конечно, он стоит не настолько дешево, как, например, там, я не знаю, консилеры Essence или белорусские какие-то консилеры. Но, тем не менее, я в этом видео собрала не просто, знаете, самый низкий ценник, а действительно классные продукты, но все равно из таких вот бюджетных брендов. Так вот, что мне нравится конкретно по поводу этого консилера. Во-первых, он очень круто перекрывает любые недостатки. Во-вторых, он самозакрепляющийся. То есть, его можно нанести, например, в зону под глазами, растушевать, дать ему буквально несколько секунд. После чего он сам усядется, сам закрепится. И не нужно даже его пудрой закреплять. И до конца дня он отлично держится. У меня на этот консилер есть отдельный обзор, вы можете посмотреть. Как и в принципе, по-моему, у меня есть отдельный обзор абсолютно на всю продукцию, о которой я сегодня буду говорить, если мне не изменяет память. Короче, лучше, чем вот это, я реально ничего не нашла. Есть неплохой вот этот консилер от Catrice, One Drop Coverage. Но он немножко другой, и он не такой вот многофункциональный. Ой, я, наверное, даже переборщила. Сейчас вы увидите, насколько круто это все перекрывается. Так вот, он не настолько многофункциональный, потому что, например, в качестве базы по тени я бы его не использовала. В зоне под глазами он нормально работает, но он не настолько плотно перекрывает. И все равно я бы его закрепляла чем-то. Что касается бюджетных теней, то тут, конечно же, Colourpop. Я считаю, что это, наверное, самое лучшее предложение на рынке за бюджетную стоимость. Они не стоят, там, понятное дело, 5 долларов. Но, тем не менее, это бюджетная стоимость. И, что самое главное, качество здесь хорошее. И производство здесь не китайское, а американское. Если вам нужно что-то еще более бюджетное, то я могу вам порекомендовать Makeup Revolution. Но они все производство держат в Китае. Не то, чтобы это глобально что-то меняет, потому что в Китае на самом деле производится очень много всего. Но, насколько мне известно, в Китае нет четких санитарных норм на производстве. Поэтому здесь вы можете полагаться на этику только самого бренда. Если бренд за этим следит, то там будет чисто, все будет качественно. Если бренд за этим не следит, ну... И еще палетки, которые я могу порекомендовать, это Essence. Не сказать, что они сильно дешевые, но они стоят немножко дешевле, чем Colourpop. И Essence легче достать. Поэтому, если вы не знаете, как заказывать Colourpop, или просто у вас нет желания, можете обратить внимание на Essence. Но Colourpop все-таки, на мой взгляд, это самый лучший был бы выбор. И сегодня я буду делать макияж с помощью новой палетки Sweet Talk. Я уже с ней делала макияж у себя на канале. Сегодня что-то другое поколдуем с вами. Макияж с вами. Когда дело доходит до стрелок, самой лучшей бюджетной подводкой, которую я могу вам порекомендовать, является подводка от L'Oreal, которая называется Flash Care Eye. Мне очень нравится эта подводка по всем своим характеристикам. Во-первых, у нее ворсовый аппликатор. Она очень маневренная, подходит даже для тех, кто неуверенно себя чувствует со стрелками. Вот такой формат, наверное, тогда лучше всего подходит. Очень черная, не растекается, прекрасно держится. В общем-то, на мой взгляд, все с ней хорошо. Единственное, если вы любите ультра-матовые стрелки, тогда это не ваш вариант. Тогда лучше возьмите, к примеру, The Balm Chuin. Вот она очень черная и очень матовая. И еще хочу добавить, что эта подводка у меня достаточно давно, я много раз ею пользовалась, но она до сих пор супер насыщенная, абсолютно не пересохшая. И еще один супер бонус, это то, что она не начинает вот здесь вот подтекать, как подводки NYX, когда их хранишь вот так вот в вертикальном состоянии. Если вам нужен качественный увлажняющий праймер из бюджетной категории, то я могу порекомендовать вам недавнюю свою новинку от PS. Называется он Hydra Base Under Makeup. Опять-таки не ругайте меня за то, что это не стоит 2 копейки, но все равно бренд PS считается бюджетным, поэтому я здесь это и упоминаю, как я и сказала. Я для вас выбрала то, что действительно качественное. Кстати, у меня есть для вас вопрос. Если вы хотите, чтобы я протестировала реально супер какую-то дешевую косметику и по итогу этого видео отобрала какие-то находки, тогда обязательно пишите об этом в комментариях и также говорите, на какие бренды обратить внимание. Только давайте договоримся, не какой-то No Name AliExpress, а какой-то действительно супер бюджетный бренд. Может быть что-то белорусское, может быть что-то польское, может быть вы знаете какой-то бренд, о котором я не знаю. В общем-то предлагайте свои варианты в комментариях. Снова возвращаюсь к суперкрутому консилеру от NYX. Вы знаете, я настолько полюбила этот консилер, что даже имея сислый в своем запасе, вот этот я считаю, что более универсальный, потому что если у меня есть какая-то краснота на лице, если у меня какие-то очень сильные темные круги под глазами в какой-то определенный день, я знаю, что на этот консилер я могу полагаться на все 100%. Хоть я и очень люблю консилер сислый, но все равно это более натуральный вариант, более такой повседневный, более ухаживающий что ли. Но если мне нужен именно гламур, то сислый здесь вообще не подходит. Знаете, в какую тушь я в последнее время просто окончательно и бесповоротно влюбилась? Это тушь от Belor Design. Вот просто любовь. У меня такое впечатление, что только с этой тушью я вижу свои ресницы. Да, естественно, это не ресницы до бровей и так далее, но вот только когда я крашу ресницы вот этой тушью, у меня даже закрадывается такая мысль, а может сегодня не клеить накладные ресницы? А это, если вы знаете меня, о многом говорит, потому что я всегда клею накладные ресницы по причине того, что своих мне абсолютно недостаточно, особенно для такого типа макияжа. И перед тем, как я начну красить тушью глаза, хочу порекомендовать вам еще одну, которая мне очень понравилась. Это Maybelline Snapscara. У нее уникальная текстура, и именно за счет этого я ее и люблю. Она какая-то виниловая, то есть такое впечатление, что ресницы покрываются какой-то пленкой, и она очень стойкая из-за этого. Она вообще, у нее отсутствует просто такая проблема, как осыпание, потому что у нее текстура совсем не такая. То есть это не та, которая засыхает, и потом частички могут осыпаться или как-то там смазаться. Она реально как какой-то жидкий латекс покрывает ресницы. Если это то, что вы ищете, можете попробовать, потому что реально классная. И эффект она тоже делает очень достойный. Вот это мне все-таки по своему эффекту нравится немножко больше, но Maybelline тоже крутая. А мы переходим к тону. И я вам сейчас хочу показать две просто безупречные, потрясающие тональные основы, которые реально стоят 3 копейки. Вот если посмотреть на стоимость тональных основ, даже бюджетных, вот заходишь, смотришь там L'Oreal, ну так уже не совсем бюджетненько получается. Первая тональная основа это Artvisage устойчивый. Сегодня именно ее я буду наносить. И еще одна тональная основа, которую я нежной любовью люблю. И я считаю, что она гораздо лучше новой, например, тональной основы от Lancome. Текстуры у них похожи, но это гораздо лучше. И эта тональная основа от Avon, это их новинка Ultra Matte Foundation. Просто безупречный тон, ложится очень тонким слоем, при этом перекрывает, имеет такой как semi-матовый финиш. В общем-то, я эту тональную основу показывала во взорах, вблизи, в макро, все как надо. В общем-то, я вам оставлю ссылку, чтобы вы посмотрели. Сегодня я хочу Artvisage нанести, давно я не пользовалась. Оттенок мне не подходит. Это 203 оттенок. Я решила, что я бронзовая богиня, когда я его заказывала. А в итоге, как обычно, оказалась бледной поганкой. Ну ладно. Вот я вам говорю абсолютно честно, если мне налить куда-то эти тональные основы на палитру, чтобы я не знала, какой это бренд, какая тональная основа, вместе с какими-то люксовыми, я их попробовала бы на себе, никогда бы в жизни не сказала, что они настолько дешевые. Единственное, что меня в Artvisage напрягает, это парабены в качестве консервантов. Если вы против парабенов, то, соответственно, это не ваш вариант, потому что они здесь есть. Мне вообще нужно это как-то комментировать? Ну вот, не знаю. Почти год уже прошел, я очень много всего перепробовала, но ничего красивее, чем хайлайтер L'Oreal Glow Mon Amour, все равно я не нашла. Вот нравится просто мне этот хайлайтер. Такой как масляно-металлический. Вот если это ваша тема, то вам он тоже понравится. Ну, если для вас это перебор, то, естественно, у всех у нас разные предпочтения. Тогда, может быть, Essence попробуйте, Insta Perfect. Я думаю, он вам больше понравится. Среди бронзеров у меня для вас тоже два варианта. Первый это Maybelline City Bronzer. В первую очередь он мне понравился тем, что это не один единственный оттенок, то есть можно подобрать то, что вам нравится. Там есть более светлый, теплый и холодный, и немножко более темный, теплый и холодный. Вот у меня более темный, теплый, и я все хочу себе заказать еще темный, холодный, потому что мне кажется, он мне понравился бы еще больше. И еще один бронзер, который мне очень понравился в последнее время, это PS бронзер. У меня оттенок 2P. Вот это просто загар в упаковке. Так как я никогда не загораю, мне он напоминает те беззаботные времена, когда я могла поехать куда-нибудь в Египет, вернуться оттуда шоколадного цвета, и вообще не париться в состоянии своей кожи. Но, к сожалению, эти времена прошли, поэтому будем пользоваться бронзерами. Для бровей вы знаете, что я люблю карандаши, но в последнее время мое сердце покорило вот эта вот помадка для бровей от Belor Design, называется она Color Brow. Единственное, когда у меня свежее окрашивание, мне кажется, этот оттенок немножко светлова. Для меня, хотя это самый темный четвертый оттенок, вот мне бы хотелось, чтобы они сделали еще что-нибудь темнее, чем четвертый оттенок. Но сейчас я вам его продемонстрирую. Если вдруг он вам подойдет, смело можно брать, потому что качество просто отличное. Для меня вообще нет никакой разницы между этой помадкой и, к примеру, той же помадки от Анастасии Баври Хиллз. Единственное, кто-то мне в комментариях написал, что помадка не понравилась, потому что она как какой-то густой воск. Вот. Я не знаю, у меня она абсолютно кремовая. У меня такое впечатление, что могла попасться какая-то или просроченная, или, может, я не знаю, какой-то брак. Чтобы вы знали, она должна быть абсолютно кремовой, совсем не вязкой, не жесткой, а именно такой податливой, как вот гелевая подводка. Ну, а что касается геля для бровей, то здесь несменный фаворит. Это гель от Reluie, который называется Fix & Color. Очень часто в своих видео я получаю комментарии по поводу того, как круто у меня оформлены брови. Во-первых, спасибо огромное, а во-вторых, немалую роль здесь играют вот такого рода средства. Не обязательно конкретно Reluie, но я сейчас говорю о тонирующих гелях для бровей. В принципе, я практически одинаковый эффект делаю любыми брендами, но в то же время, вот посмотрите, вот сейчас просто помадка у меня прокрашена, и вроде бы, да, неплохо, но в то же время, как только я начинаю их прочесывать и ставить вот так вот наверх, то они сразу преображаются и начинают выглядеть гораздо круче, чем они выглядели, когда просто их заполняю или чем-то. Ну что ж, почти все, остались только губы, и мой самый любимый карандаш для губ в последнее время, это карандаш от Lame. Раньше я очень хвалила карандаши Colourpop, но вот это, по сути, то же самое, только стоит гораздо дешевле, и можно их взять там за какие-то смешные, даже смешнючие деньги, поэтому, если вы любите гелевые карандаши, вот 100% покупайте Lame. Что касается помад, то выделить какую-то одну мне очень сложно. Вообще, передо мной всегда находится вот этот органайзер, который я периодически сортирую, и что-то отсюда выбрасываю, что-то добавляю. Так вот, из новинок, которые здесь появились, это помады L'Oreal, Rouge Signature. Они такой своеобразный гибрид между тинтом и жидкой помадой. Что касается еще новинок, которые здесь появились, это от Faberlic, вот эти помады Berry Kiss, тоже мне понравились. И еще одна из новинок, здесь Lamelle Instagirl. А так, помимо всего прочего, здесь Colourpop, Avon, Revolution Cross, здесь три помады, также Golden Rose, потрясающие просто помады, Wet n Wild, тоже мне очень нравится эта помада, NYX Slip Tease Lip Lacquer, и просто NYX Slip Tease, также несколько здесь помад Dini, в общем-то, это то, что сейчас является моим фаворитом. А накрашу губы, я, наверное, сейчас помадой от Avon Mark, это оттенок Nuditude. Знаете, что хочу вам сказать в заключение? У косметики нет ценника, когда она находится на вашем лице. Если вы правильно подобрали косметику, по своим нуждам, по своим предпочтениям, по типу кожи, по стойкости, которая вам нужна, никто никогда не определит, какой стоимости косметика у вас на лице. И, например, недавно на свой день рождения я делала макияж с самой дорогущей косметикой, которая только у меня есть. И вот ради интереса, сейчас можем с вами сравнить кадры супер дорогого макияжа и супер бюджетного, и я уверена, что какой-то сильно огромной разницы там нет. Все равно, то, как лежит макияж на коже, зависит от ваших умений, от того, как вы это все подобрали, и от того, в каком состоянии ваша кожа. Всегда, когда я делаю макияж, я миксую между собой бренды, и у меня абсолютно нет вот этой заморочки гнаться за какими-то особыми брендами, потому что они якобы дорогие, крутые, классные. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх, подписывайтесь на мой канал, это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube вам сейчас предлагает другие мои видео. Если вы их не смотрели, обязательно посмотрите, а если вы их уже смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. в моем новом выпуске.